всем привет с вами дождяо япончик любители изучать японский язык а может быть и не только любитель напоминаю что я сняла курсы по прописям хираганы катаканы а также у меня курс с нуля чтобы понимали 36 серия начала я совсем первого урока который посвящен совсем нулевым людям с нулевыми знаниями все методические они выложены в группе вконтакте на которой оставлю ссылку в описании под видео а у нас сейчас 36 серия подписывайся лайки и все такое я все люблю у меня значит мне прям радость жизни это подписки просмотры и это болезнь наверное наверное не знаю мы начинаем начинаем хак там узком что-то супе не так пийно limits сангой наи да не сценарийно но 바� sources&から電 маа Àлгар-а rotating оба сур 운동 conservative более innovация в ум Era мольщикしたのơn laughs are fрашу не игр ㅎㅎ Мает спекин existent мая bed show students эти empezал себя на сай-о Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока мамы в домике не будет... Если позвонит бабушка и сын... Скажи бабуле, что я позвоню вечером сегодня... Хорошо... Ты сделал уроки, сынуля? Сделаю после полдненька Перед тем, как пойти в джуку... Частную школу, которая обучает после основной школы... Короче, где они к ЕГЭ готовятся японскому... Где-то как дополнительная школа... Которая... Основной школы мало... А они идут еще... Репетитор, но только как школа... Ну, в общем... Ну, вы знаете, что такое джуку... Вы больше меня знаете... Сделаю свои уроки... Перед тем, как пойдешь в джуку... Спустя время... Тадайма... Я пришла... Звонка не было... Звонка не было... А, значит... Учишься, когда... И радио слушаешь... Негодник... Когда закончится передача... Типа... 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 Я... Я... Выключу радио... Передача закончится через... 10 минут... А... Куноутокейковараташиматтава... Тут... Понесло Стапа... Оу... Часы сломались... Эти... Кулеферуйкидо... Итокейнанойо... Хоть это старые часы... Но хорошие часы... Времена моей молодости вспоминаю... Докуда еще речь... Где бы их можно починить? Бокуа... Бенькёштеру айда... Дамата тэйо... Няма... Я учусь... Все... Помолчи... Вы не согласны? Дамата тэйо... Типа... Ну... Типа... Ну... В общем, вы поняли... Тащимао... Глагол Тащимао... Заканчивать после формы на Т... Образует совершенный вид... И выражает законченность действия... Очень частотная грамматика... Думаю, вам всем интересно знать, что будет дальше... Уже сделал домашнее задание... Уже сделал домашнее задание... Законченное действие... Уже сделал домашнее задание... Уже... К тому же... Выучил... Запомню Хирагину... За одну неделю... Убои... Тащимао... К тому же... Тащимао... Может выражать... Выражать сожаление о случившемся... Так. Эти часы сломались и мне их жаль. Когда вы станете старшеклассником, если не будете больше заниматься, Провалитесь на экзаменах. Ракудай, читай, маи, мащо. Ну, читай, маи, мащо. Так. Ну, это такое, знаете, пассивная агрессия. А что-то это называется. Так, да, Ракудай. Вы не будете учиться. Провалитесь на экзаменах. Станете там... В тюрьме будете сидеть там, харкать кровью, бомжом будете. И такой, Ракудай, читай, щи, маи, мащо. Типа, мащо смягчающая форма, типа, не такой категоричность. Типа, знаете, как скобочка в конце. Типа, ты сдохнешь в нищете. Скобочка. Вот. Это, наверное, японская черта. Хотя... Вот у нас есть скобочка, а у японском щи, маи, мащо есть. Также, те щи, мао может выражать и завершенность действия, и сожаление одновременно. Точное значение помогает определить контекст. Часто эти два значения взаимодействуют. У яцева, таби, тащи, маи, мащо. Съел весь полдник. Съел весь полдник, о чем сожалею. Ну, полдник, печенька, блин. Там всего одну дать печеньку. В то в лагерях был. Съел весь полдник, но не наелся. Вот. То есть мы запоминаем, да, те щи, мао это законченность действия, сожаление случившемся, а бывает и сожаление, и законченность действия в одном флаконе. Дальше. Айда. Во время течения пока. Это вот Айда, Кан, постоянно, как бы, внушает сомнения, как его читать. Либо по кунным чтениям Айда, либо как Кан, типа по китайскому чтению. Но у нас в основном все Кан, вот эти Айды будут считаться как Айды. Ну, вот. После Лог Айда вместе с предшествующей предаточной частью предложение выражает пространственно-временное значение в течение пока промежутки. Можно сразу было сказать Кан в течение пока промежутки. Существительное предшествующее Айда ставится в родительном падеже. Значит, сразу пишем Сказуемые предаточные части в простой форме часто стоят в настоящем времени, хотя общее значение предложения относятся к прошлому. Что сказается в сказуемых? Это в третьей форме в настоящем времени плюс Айда. Подлежащее предложение из Айды оформляется падежным показателем ГА, НО, НЕ, ВА. Это уже важно. Который может заменяться, но не обязательно на НО. Айда может непосредственно следовать за прилагателями на НА. А непосредственно это как? Это означает, что НАшка плюс НА плюс Айда. Ну, по такому семью мы сейчас будем читать все это дело. Муско га бенька штыр Айда суйпани кимашта. Пока мой сын занимался, сходил в супермаркет. Вот она простая форма, но она может быть и в длительном времени. И все предложения в целом... Так, сказуем в прошлой части. Сейчас состоит на... Общее значение предложения относятся к прошлому. Тоже подчеркиваем. Хотя может. Видимо, если... Если в прошедшем все это времени делается... А, то есть по времени это не означает. То есть могут быть и продолжения в прошедшем времени и в будущем. Ну, давайте дальше смотреть. Пока учусь старше класса, хочу съездить в Японию. Вот оно, существительное. Хочу вернуться в родные места, пока родители здоровы. Вот он, кисэй. Такое слово офигеть. Кисэй, суру. Прикольно. В общем, да, отмечаем, что тут Айда. Запоминаем, что Генькина от Нашкас найдет. В указанных предложениях после именного после лога Айда следует поддержка показатель НИ. Предложение с Айда без НИ переводится немного иначе. Сравните. Я учился в университете все время, пока находился в Японии. Я учился в университете в то время, когда был в Японии. Я ничего не поняла. Я учился в университете. Часть времени учился в университете. Так. Я был частично в Японии в то время, как учился в университете. То есть в первом случае Нихон Ни Иру Айда он был все время в Японии и учился в университете. То есть тут непонятно, он учился в университете в Японии или где-то там удаленно учился, Но, видимо, учился в Японии, учился, ну, был в Японии, учился в Японии. А тут он был, типа, в Японии, иногда там в себе, там, куда-то выезжал, там, куда-то уезжал, и он учился в университете. То есть, типа, НИ – это частичное нахождение в промежутке, получается. А это бесподдержно показатель НИ обозначает весь промежуток действия, времени, в чине которого происходит действие, а с показателем НИ лишь один момент в этом промежутке времени. Ну-ка. А, то есть, лишь один момент в этом промежутке времени. То есть, блин, как сложно, ребят. Ну, чё-то, блин, японский мне просто с ума сводит. Но, конечно, как моё такое оправдание, можно сказать, что в японском гораздо есть более серьёзные моменты, на которые более непонятные, более, как бы так сказать. Короче, там есть что учить, и вот этот момент просто меня с ума сводит. Ладно. Лишь один момент был в промежутке в Японии. То есть, он учился в университете и лишь один раз съездил в Японию. Или он один раз был в Японии и учился в университете. То есть, если без дней, типа, имелось в виду, звоните мне всегда, во все отрезки времени, а это вот, типа, частичный отрезок времени. Вот. Ну, вот такая разница. Так, на этом, чтобы я, для моего ментального спокойствия, я дальше иду. Дальше. Как присоединяется сразу глагол во второй основе, вторая основа, плюс на гора. Отмодачи от... Отмодачи о мачи на горах, он о юмя мачта. Ожидал товарища и одновременно читал книгу. В отличие от айда, на гора используют только, когда одно и то же лицо производит одновременно два действия. Основное действие выражено заключительным глаголом. Я, честно говоря, не знаю, нашлись такие люди, которые хотят айда и на гора одновременно использовать. Типа, задумались с этим вопросом, типа, почему на гора, почему не айда? Блин, я просто не из таких. Я просто написано, я как бы хаваю. А вот это почему, почему, вот я прям, не знаю, я не тот чел, который вот на это обращает внимание. Ну, ладно. Айда и на гора используются, когда одно и то же лицо производит одновременно два действия. Основные действия выражено глаголом. А тут что, несколько лиц, что ли? Вот, хочу вернуться в родные места. Вот, рющинга. То есть, как-то тут все про одного человека же все говорится. Здесь как бы тоже давайте мы, любители нюансов. А, ну вот здесь пока мой сын занимается, сходила в супермаркет. То есть, сын занимается, а я сходила в супермаркет. Ну, ну, ну ладно, ладно. Все. Значит, просто мы такую галочку поставили, что на гора используется, когда один и тот же человек производит два действия одновременно. Работая, я посещал школу. Пользуясь словарем, писал сочинение на японском языке. Да? А что, вот так, что ли? Еще о Хику? Да. Еще о Хику искать в словаре. приказ приглашения носа и форму повелительного наклонения носа и выражает вежливое приказание подчеркиваем носа и вежливую она употребляется между тоже найти между приказания типа ты мразь скобочка пассивная агрессия это но это нет но это не то значение так просто убираю уже она употребляется между близкими людьми главным образом семейном кругу при обращении старших младшим учителей к ученикам никогда не пользуясь этой формы при обращении к старшим или даже равным пусть тип такой у нас иерархия снизу вверх точнее сверху вниз образуется за приседением она сайка второй основе глагола то есть по 2 плюс нас сай к старшим то вообще никаких приказных этих делать у нас мы по-моему 20 и не помню короче какой-то урок у нас был там прям про старшим вообще можно говорить уважаемый начальник и не позволите ли вы не соблаговолите ли вы мне сообщить дату моего следующего выходного уважаемый начальник не могу ли я и с нижайшим поклоном обратиться к вам с просьбой они соизволите ли вы мне передать рассказать где находятся те документы о я ваш нижайший клан я уже все какой и руки конки нас как у нас кино сайки нас ай что-ли куру и вот и кино сай получается ну-ка кино сайда и иди сюда я приказываю прошу тебя идти сюда какой приказ просьба ребят ничего хочу куни и кума да не смотри как у меня тигруля классный даже зайчика я не хочу покупать или думаю покупать зайчик у меня уже кстати все украшено к новому году у меня уже гирлянда у меня уже снялся новый год хочу подарки и лучшим подарком для меня это подписка лайк подписка все сделаем неприятно дико не и кума да не беньки еще куда и ой что еще майна сай закончен домашнее задание перед тем как эти в школу вот ну что что ищем а ищем а ищем а и нас а его канджо кики нас опиши иероглифы с некоторыми хорифическими глаголами нас а и опускается общая и масс общая и говори на сами маснос а и делай и расщай масс и расщай видеть и останься ну да давайте еще раз повторим о чай и говори вообще ни разу не видела никогда общая масс типа общая и тип вообще ни разу не встречала на сай делай поэтому сейчас проходим и ращая вроде на слуху тоже и ращай устоявшиеся выражение и ращай добро пожаловать происходит от приказа просьбы и ращай от реальной придите останься и ращая что-то вообще нет ну да ладно ну это как всегда любом в любой громадский там смотришь правила и такой я это слово вообще никогда в жизни не употребляю вообще ну реально там бывает просьба требования напомню слово типа длинношеие животное длинношеие животное кстати такое слово длинношеие у нас просто была такая и типа игра что-то мы с друзьями что-то такие думаем скажи слово как где типа три я подряд приходит и я такая чё чё короче ответ длинношеие вот три не подряд мы ни разу это не употребляем хотя ну есть просьба требования среди близких просьба может быть выражена глаголом форме на кону келка еще мисс это покажи мне этот учебник сейчас употребляется требование просьба через т форму дома т.т. замалчить пожалуйста мать дома т.т. супа д. кайма ночь т.к. сходи что-нибудь купи в супермаркете частицы заключительная частица но пары и по позиционным признакам и значению особенно при выражении утверждения эта частица фактически представляет собой а как я в кадре смысл это частица представляет собой местоименное существительное что с функцией которого совпадает с моим сказуемым взрослым употребляет но только в пристальных предложениях со сказуемыми в простой форме я от не могу читать давайте смотреть что-то суп они и таки тайно хочу судить сходить в супермаркет на минутку видимо вот это но она идет в конце предложения сегодня спортивный день сегодня спортивный день начальной школе то есть короче но это типа вопрос в женской речи или в мужской речи или это типа концовка такая женской речи взрослые употребляет но только в обратительных предложениях со сказуемым простой форме вот но вопрос предложениях скажу просто форме с другой стороны женщины используются этой в морфе и и в утверждительных и вопросительных предложениях как вежливого так и простого стиля а это уже сексизм значит взрослые у нас мужчины а женщины типа вот типа женщины типа ну да ладно женщины используются в общем во всех предложениях так и вежливым так и простом стиле что-то суп они и таки тайно хочу слить супермаркет а кёва еще гакку на ум до кайдос но сегодня спортивный день начальной школе типа вместо частицы к потому что японцам скучно одно и то же употребляете они там все придумывают чтобы нам усложнить процесс учения мощи куда что но ты уже сделал домашнее задание женская или мужская речь кодона санку еще как-то но какой справочник ты купил санку еще на дашь такое-то санку еще санку еще не ее в просьбе приказа приглашением когда закончится заключительная частица не смягчает просьбе приглашения и команду дай то коронии у я цуга арукара табы на сайны у нас все смягчает то есть пассивная агрессия такая скобочка в конце дай до коронии у я цуга арукара табы на сайны подник на кухне покушай на цуя суме не ой да на цуя суме не учение и расчайны приходи ко мне во время летних каникул и расчайны заключительное туда то есть мы видим любое предложение мы видим какую-то частицу что-то там и вот и сразу а это очистить в конце идет начнет что-то смягчает наверное такой принцип по аналогии делается заключительная частица и добавляет настойчивости в просьбе в просьбе приказу приглашению джуку не икомаде считающим айна сайо давайте так более властно прочитаем закончим перед тем как идти в джуку джуку не икомаде не считающим айна сайо чтешим айна сайо ладно бокуга бенькё 4 айда дама тэйо помолчите пока я занимаюсь богуга бенькё 4 айда дама тэйо предполагаемый образ моя любимая кстати части в этом уроке японской разговорной речи распространены фразы когда говорящий говорит о себе и о других отстраненные как о посторонних отец может сказать детям отец сделал сделает это для вас имею ввиду себя или спросите дедушка доразумевая дедушку детей они своего мамочка сейчас все приготовит папочка займется тобой да то есть нас японцы кто нас пассивные агрессоры не у нас себе третьем лице говорят исходя из слов этого урока господи как тетя будет что это указ укамы нет ука да ну окей ука так тетя указанга инай айда не сэндай но это полен есть не оба оба взял уитом че было у вас а разумеется не буду пересмотреть из того что там я ошиблась это что старуха баба баса значит баса баса бабка так ладно у кассинга и на и адане а все чё я туплю о кассинга и на и адане а господи указанга и на и адане сэндай но оба сангара дэн вага оттара комбан дэн ва сурутэ и те ойтэне если позвонит тетя и сэндай пока матери меня нет скажи что я перезвоню сегодня вечером ноту пока мамуля нет дома если позвонит наша тетенька передай ей что я могу ли перезвонить и сегодня вечером жена может также обратиться к мужу утосон отец папочка независимо есть ли дома дети или нет девочки может у меня смотрят а вы своего парня называете типа папочка что нибудь такое ну мы все свои можете мне рассказать как вы своего называете а я может быть расскажу про себя что нибудь вообще а если вы папа если вы парень как вас интересно называли или как вы себя называете вы себя называете папочкой такой типа папочка сейчас выучит японский там чем-то такое я говорю это японцы это вот ты мразь скобочка папочка сейчас выучит японский отто у сан беньки очень беньки о дэшо отец тебе звонят папочка тебе звонят часто школьные учителя сами себя называют сэнсэй при разговоре с учениками мне кажется у них такие тоже особые наклонности есть сэнсэй вам все объяснить чугакку ни иттемо и тсу дэму сэнсэй не айни китэ кудасай ну конечно даже когда пойдет школа второй ступени ты всегда сможешь встретиться с учителем со мной чугакку ни иттемо и тсу дэму сэнсэй не айни китэ кудасай ну что могу про себя сказать даже если этому видео сто лет и прошла неделя две три четыре месяц год ты можешь мне написать по этому уроку и по любому другому уроку вопрос чё я не понял там чего кого я отвечу я отвечу друзья всем спасибо за внимание кто был со мной есть и будет в общем все всем желаю удачи еще не японского не скучайте не скучайте я вам надеюсь не даю скучать свои видео с вами прощаюсь как всегда ненадолго наши диао в армании и на свяда пока пока